Привет! Как дела? 23 июля в Токио начинается Олимпиада 2020. Если в прошлом году её отменили из-за пандемии, то в этом году она всё-таки пройдёт. И о том, как проходила Олимпиада в 2012 году в Лондоне, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Там я рассказывала, какие мероприятия я посетила, как украшался город, как я ходила по Олимпийским домам и что мне удалось снять из спортивных мероприятий. А сегодня я расскажу о концерте, который проходил ровно за год до открытия Олимпийских игр в Лондоне. Это мероприятие проходило 27 июля 2011 года, ровно за год до того, как были открыты летние Олимпийские игры. Оно проходило на Трафальгарской площади, там были представлены спортсмены, которые будут принимать участие в Олимпийских играх, а также медали, которыми будут награждать Олимпийских чемпионов. Ну и так, как там происходили всякие представления Олимпийских комитетов, в том числе и российского, и выступали Жак Роге и Борис Джонсон, мэр Лондона на тот момент, он говорил про часы, что были установлены на Трафальгарской площади и отчитывали время до Олимпиады, и шутканул, что они из Швейцарии, и будем надеяться, что они показывают точное время. Вот как это было, смотрите. Олимпийские комитеты, которые были установлены на Трафальгарской площади, Он, кстати, и объявил каунтаун, то есть обратный отчет, 10 секунд, которые отчитывали ровно год до Олимпиады. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ну и Дэвид Камерон, на тот момент премьер-министр Великобритании, также посетил сцену на Трафальгарской площади. А принцесса Анна удостоилась такой чести раскрыть и показать всему миру олимпийские медали, которыми будут награждаться олимпийские чемпионы. Так как я недавно нашла эти файлы и решила сделать ролик на канал Лондайланд, здесь же я решила рассказать, как все это проходило на Трафальгарской площади в 2011 году. Я уже на тот момент что-то снимала для Майнпипл, что-то снимала для газет, которые писала свои статьи моя подруга Настя. О ней я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И пошла снимать как фотографии, так и видео, куда продам, туда и продам, как говорится. Ну и сама просто посмотреть. Очень классное мероприятие было, все такие сплоченные, махали флажками разных стран. И было ощущение праздника, было ощущение того, что вот впереди это счастье. К сожалению, в этом году не так. По-моему, в Токио вообще не будет никаких зрителей и спортсмены будут состязаться только между собой. Но посмотрим, как оно будет. В общем, олимпиада была классная, концерт был классный. Зрителям показали какие-то выступления популярных артистов. К сожалению, я не знаю эту группу. Если кто-то знает, пишите в комментарии, как зовут этого солиста. Также выступали дети из мюзиклов West End. Были какие-то различные спортивные номера, и паркур, и какие-то танцы. В общем, было здорово. Можно сказать, одно такое большое ощущение счастья. Взорвали фейерверк серпантина в районе национальной галереи, когда поднимали вот этот вот плакат один год до Олимпиады. Было классно. И я никогда не забуду эти ощущения, которые я пережила во время Олимпиады. Это был просто огромный, мирового значения праздник. Абсолютно все страны, абсолютно все люди были воодушевлены, соединены одной идеей, одним счастьем. Как это было за год до Олимпиады, показываю вам сейчас. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok